Добрый вечер! Да, они оказались гораздо лучше ожиданий. Аналитики предсказывали, что розничные продажи в апреле сократятся на 0,6%, в то время как на самом деле они повысились на 0,1%. И здесь есть один интересный момент. Продажа бензина, то есть деньги, потраченные на бензоколонках, сократилась на 4,7%. В основном это произошло за счет того, что цены на бензин в Америке понизились. И это считается положительным фактором для экономики, потому что когда потребитель тратит меньше денег на бензин, бензин это необходимая для многих американцев первая необходимость. Когда американцы тратят меньше денег на бензин, у них остается больше денег на то, чтобы потратить на другие товары. И похоже, что в апреле они это сделали. Было зафиксировано увеличение затрат на автомобили, на электронику, на одежду. Американцы стали больше ходить в бары и рестораны. И если вычесть из этого общего индекса розничных продаж бензиновый фактор, то на самом деле продажи увеличились на 0,6%. Так что это неплохие данные, особенно учитывая то, что потребители по-прежнему остаются одним из главных локомотивов американской экономики. Данил. Михаил, ну вот май этого года, 2013, он какой-то нетипичный. Считается, что май месяц самый худший месяц статистически для фондовых рынков. А сейчас мы видим фондовые рынки подряд по нескольку дней бьют рекорды, обновляют максимальные значения. И вот как это объяснить? Экономические данные все-таки этому виной? Или что-то иное? Наверное, какого-то элегантного логического объяснения тому, что происходит, нет. Но если ответить на ваш вопрос кратко, то можно ответить двумя словами. Учетные ставки, они остаются рекордно низкими. И это имеет два... здесь есть два фактора, которые нужно отметить. Это практический фактор и психологический. Практический заключается в том, что рекордно низкие учетные ставки, сохраняющиеся уже в течение нескольких лет, теоретически дают возможность компаниям относительно безболезненно заимствовать капитал, получить капитал для расширения продаж, для расширения своей деятельности. Это один фактор. Ну и как бы полагается, что экономика начнет вновь набирать обороты, что ее восстановление ускорится. И это такие экономические факторы, которые здесь играют роль. Второй фактор – это психологический фактор. Инвесторам просто некуда податься, если так откровенно говорить. Потому что учетные ставки, связанные с доходностью казначейских облигаций, остаются ниже 2%, если речь идет о 10-летних казначейских билетах. В то время как, если взять исторические, то учетные ставки на 10-летние американские казначейские облигации с начала 60-х годов составляли примерно 6,5%. Сейчас они составляют примерно 1,9%, ниже 2%. Поэтому инвесторам просто некуда девать свои деньги. При этом следует отметить то, что, наверное, на памяти многих из тех, кто работает здесь, на Нью-Йоркской фондовой бирже, не было еще такого мощного ралли, которое сопровождалось бы столь сильными сомнениями относительно того, что происходит. Многие инвесторы просто не верят своим глазам. В конце концов, ведущие биржевые индексы повысились на 15% с начала года, и это уже больше, чем весь годовой прирост, который предсказывали многие аналитики в начале этого года. Поэтому многие до сих пор не совсем понимают динамику этого рынка. И, может быть, вот эти сомнения, они как раз и делают возможным продолжение вот этого бычьего рынка. На самом деле, интересный момент, можно отметить, что с начала мая этого года отмечается отток капитала с рынка американских акций. Он составил более 4 миллиардов долларов. И это такой процесс, когда одни уходят с этого рынка, другие приходят. Это дает возможность продолжаться этому рынку. При этом некоторые аналитики считают, что акции переоценены. Но, как мы знаем, в таком переоцененном состоянии рынок способен функционировать довольно долго. И, на самом деле, на прошлой неделе был опубликован доклад двух сотрудников Нью-Йоркского Федерального резервного банка, которые предсказывают, что низкие учетные ставки, рекордно низкие, сохранятся в течение следующих пяти лет. И за это время индустриальный показатель Dow Jones достигнет 20-тысячной отметки. Это не означает, что, конечно, мы будем постоянно двигаться вверх. Будут, конечно, взлеты и падения. Но, в общем, такой сложился консенсус сегодня о том, что этот бычий рынок будет продолжаться до тех пор, пока будут сохраняться достаточно низкие учетные ставки. И, в конце концов, если Бен Бернанки и Марио Драги готовы закачивать миллиарды долларов в экономику, то было бы глупо с ними спорить. Спасибо большое, Михаил. На связь в нашей студии был Михаил Гудкин. Ну, что же, наверное, еще хочется побеседовать теперь с другим экспертом, который находится на связи с нашей студией, уже из нашей удаленной студии в отеле «Арарат Парк Хаят». Это Константин Комиссаров. Посмотрим, как смотрят уже наши отечественные эксперты на перспективу рынков. Константин, здравствуйте. Константин, вы меня слышите? Ну что, пока с Константином не налажена связь. Вот так вот бывает с Нью-Йорком. Иногда связь гораздо лучше, чем связь на соседней улице. Ну, что же, а мы пока поговорим немножко на другую тему. Все-таки, что можно купить в данный момент? Стоит ли на таком высоком рынке сейчас вкладываться, например, в акции или обратить свое внимание на облигации? Об этом в наших материалах. До пару последних недель все практически, кроме золота, подорожало. Акции компании сейчас, значит, маркет уже, значит, установил свой рекорд. Я считаю, что достаточно оптимистично. И будущие результаты не оправдают того, что отжидается от цен, от акций сегодня. Если посмотреть на так называемый фикстингом, то есть облигации компании, то даже самые облигации с самым низким рейтингом, так называемые джанкбонс, сейчас установили свой рекорд. Они продоргуются меньше, чем 5%. И даже если пострадать на другие страны, например, в Италии, в стране, в которой совершенно ничего не разрешилось за последние 3 года, и там по-прежнему кризис, даже их 10-летние облигации сейчас упали до 4%. То есть это был практически прикризисный процент. Поэтому очень сейчас тяжело найти, во что нужно деньги вкладывать. И в финансах есть такое понятие – процент без риска. Когда покупаешь облигации, каковременная облигация американского государства, считается, что можно немножко заработать, но вы не можете потерять. А сегодня получается, что просто остается сплошной риск беспроцентно. То есть можно взять риск, но невозможно понять, как на этом можно заработать. Поэтому я считаю, что сейчас нужно все продать и подождать, пока цены летом, скорее всего, немножко упадут. Пятилетние графики рынков выглядят достаточно полными. Есть такая теория, которая следует из теории Dow. Которая называется Эллиот, волновая теория Эллиота. По волновой теории Эллиота мы находимся в верхушке пятой волны, что подразумевает коррекцию. Когда эта коррекция наступит, достаточно непонятно. У американцев есть такая поговорка – не спорьте с трендом. Тренд – это друг. Тренд пока вверх. Рынок идет вверх, он может развернуться завтра, может развернуться через неделю. И очень трудно играть против рынка. Но в то же время по многим-многим показателям чисто в технической области видно, что рынок перегрет. Моментум индикатора достаточно зашкаленный. И разворот где-то с нашей точки зрения будет. Хотя, опять же, очень опасно спорить с рынком, который бороздит непройденную еще территорию и находится на высотах, на которых еще никогда не было. Ну, вот любопытно посмотреть было на ситуацию на российском фондовом рынке, когда вся страна отдыхала. Биржа все-таки большую часть этих выходных дней функционировала. И любопытно, что объемы торгов и реакция на различного рода международные новости и даже внутренние новости, которые приходили на терминалы участников рынка, в общем-то, была достаточно явной и интересной. Так, акции компании реагировали и на новости о уходе в отставку Суркова, и на новости макроэкономической статистики и заседаниях центральных банков за рубежом. Ну, и хочется сказать, что объемы торгов в иные дни, вот этих вот майских праздников, превышали объемы торгов, которые мы наблюдали в другие месяцы, когда, казалось бы, рынок функционирует в нормальном состоянии. Если же посмотреть с экономической точки зрения, что для России праздники, то возьмем праздник такой, который составляет неделю. В общем-то, по сути дела, для ВВП это время, потраченное впустую. И если мы посмотрим на год, а в году, как известно, 52 рабочих недели, то мы увидим, что неделя или две, соответственно, составляет 2-4% от ВВП. Значит, потери экономики можно, в общем-то, измерить в процентах. Вот, собственно, что такое эти большие праздники. Если все-таки мы перенесемся немного на международные рынки и посмотрим на некоторые активы, например, интерес представляет такой актив, как золото. Если мы смотрим на ситуацию на рынке в целом, то сейчас обострились разговоры, обострилось мнение, что, наверное, на рынках надувается пузырь. Ну, и цены на золото некоторые называют абсолютным, так сказать, пузырем. В общем, цены на золото сейчас после падения стабилизировались. Тем не менее, никто золото как защитный актив уже больше, наверное, не рассматривает после таких существенных колебаний. Что же касается защитных, так называемых, безрисковых активов, то здесь их динамика целиком зависит от политики центральных банков. И в этом смысле интересна ситуация с Федеральной резервной системой. О том, как будет выходить крупнейший центральный банк мира из своей беспрецедентной программы количественного смягчения, смотрите в наших материалах. Весь мир сейчас пристально наблюдает за действиями Федрезерва. Ультра-низкие ставки стали основной тенденцией в политике всех центробанков. ЕЦБ понизил ставки, австралийский центробанк тоже понизил. США – очень мягкая монетарная политика, и мы ожидаем, что она будет сохраняться. Федрезерв и дальше будет покупать активы на десятки миллиардов долларов. Частично это связано с высоким дефицитом бюджета. Посмотрим, как отразится глобальное смягчение монетарной политики на ценах на сырье и курсах валют. Ничего нового мы от Федерального резерва 1 мая не услышали. Скорее, они внесли еще больше неопределенности в будущее этой программы закупок ценных бумаг. На сегодняшний день скорость закупки остается 85 миллиардов в месяц. И нам сказали о том, что эта скорость может быть и увеличена, и уменьшена в зависимости от ситуации. Даже сейчас 85 миллиардов в месяц – это достаточно большая, фантастическая, я бы даже сказал, цифра. Если вы сравните капитализацию всех компаний Соединенных Штатов, которые торгуются на свободном рынке, и эту цифру, то на базисе годовой цифры – это примерно 6% от полной капитализации, что достаточно много. Поэтому трудно ожидать, что Федеральный резерв будет увеличивать скорость закупок. Скорее он будет их понижать, о чем говорит, в принципе, и неплохая экономическая статистика, которую мы получали за ближайшие пару недель. Федрезерв планирует уменьшать программу покупки облигаций, которая сейчас составляет 85 миллиардов долларов в месяц. Сокращение объемов выкупа активов будет проводиться постепенно и аккуратно. Действия Центробанка будут зависеть от его ожиданий по инфляции и рынку труда. Сроков ФРС пока не называет, они обсуждаются. Федрезерв сейчас хочет сохранить гибкость политического курса. Очень важно, чтобы рынки не настраивались на последовательное ужесточение монетарной политики, как было с 2003 по 2006 год. Тогда американский Центробанк повышал ставки на четверть процента 17 заседаний подряд. Нынешний отход от стимулирующих мер, возможно, будет не таким прямолинейным. Резкое окончание количественного смягчения может толкнуть рынки вниз. Но в случае запоздалой реакции Центробанка рынкам угрожает инфляционный перегрев. Некоторые программы были закончены преждевременно, и сейчас ФРС не хочет повторить эту ошибку. Последняя статистика по инфляции и рынку труда предполагает продолжение стимулирующих мер. Рост занятости в апреле был вялым, инфляция упала ниже целевого уровня. Но многие чиновники Федрезерва уверены, что долгосрочное восстановление экономики продолжается, и замедление инфляции их пока не волнует. По результатам опроса, проведенного в Wall Street Journal, 55% экономистов частного сектора ожидают, что ФРС будет сокращать объемы покупки облигаций в третьем и четвертом кварталах. 45% считают, что Федрезерв повременит с этим как минимум до следующего года, и никто не ожидает увеличения объемов количественного смягчения. Некоторые чиновники ФРС могут выступить за то, чтобы первые шаги были сделаны этим летом, если хорошая макроэкономическая статистика компенсирует повышение налогов и сокращение бюджетных расходов. Продолжаются активные дебаты среди участников Федерального резерва по поводу того, что делать с монетаристской политикой и конкретно с программой покупки бандов. Президент Филадельфийского Федерального резерва Чарльз Плоссер выступил пару дней назад с сомнением, что эту программу пора замедлять, учитывая те макроэкономические показатели, которые мы видим за последний месяц, который показывает определенное улучшение по сравнению со статистикой за февраль-март этого года. Плоссер видит уровень безработицы в Америке, который на данный момент находится на 7,5%, падающем до 7% к концу этого года, и возможно, что она пустится до цели Федерального резерва в 6,5% где-то в середине 2014 года. На другой стороне этих дебатов находится президент Феда Бен Берненки, который выступил в четверг с сомнением, что он видит по-прежнему достаточно серьезные риски, особенно на рынке финансирования между банками и брокерами Уолл-стрит. И мне кажется, что на следующей встрече Комитета Федерального резерва 18-19 июня мы, скорее всего, не увидим замедления покупки бандов. Это стоит ожидать, мне кажется, ближе к концу года, а может быть даже и в первом-втором квартале 2014 года. Есть, по крайней мере, два сектора, в которых инфляция достаточно очевидна. Один сектор – это ценные бумаги, рынки ценных бумаг, которые пробивают всевозможные потолки и идут вверх и вверх. Это явный инфляционный эффект. Второй сектор, может быть, не настолько очевидный – это рынок жилья. Если вы помните, как мы попали в данную точку пространства времени, все началось с начала 2000-х, когда процентные ставки были достаточно низкие, и это поддерживает Федеральным резервом, и цены на жилье начали расти. Они росли где-то до 2004-2005 года, просто благодаря спекуляции и наличию дешевых ипотечных кредитов. Уже потом появились эти ипотечные кредиты с достаточно агрессивными условиями, негативная амортизация, опционные ипотечные кредиты и так далее и тому подобное. Но в начале этот кризис 2008 года зародился как кризис цен на жилье, как пузырь. Этот пузырь дошел до 2008 года, но в отличие от других пузырей, которые существовали в истории финансового мира, он не лопнул. Цены на жилье просели, потом вернулись, и как бы сейчас они поддерживаются там, примерно, где мы их видели, может быть, чуть-чуть ниже или выше, в зависимости от региона, где мы их видели в 2008 году. И это не может не волновать. Что будет, когда Федеральный резерв начнет поднимать процентные ставки и доведет их до 5-6%, достаточно непонятно. Ну, в общем, это непонятно не только участникам рынка и нам всем. Также, судя по всему, и Федрезерве нет единого мнения. Именно поэтому сейчас особое внимание стоит обратить на высказания различных представителей Федрезерва, которых будет достаточно в ближайшие дни. Впрочем, до следующего заседания Федрезерва, где, возможно, будут предприняты какие-то действия или что-то будет изменено, чисто теоретически можно это предположить, остается еще достаточно много времени. Заседание пройдет только в июне месяце. А нам стоит, наверное, обратить внимание на заседание нашего Центрального банка Российской Федерации, который состоится уже на этой неделе. И Центральный банк Российской Федерации, в отличие от Федрезерва, может пойти на следующие шаги по изменению границей денежной политики. Но у нас, в отличие от Федрезерва, есть куда снижать ставку. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...